здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия я века сегодня мы вяжем повязку с косой для нее нам понадобится 50 граммов пряжи плотностью 150 метров 100 граммов ножницы и глаз большим ушком и спицы спицы носочные три с половиной миллиметра диаметр нам понадобится четыре спицы для начала набираем петли на одну спицу 24 петли в конце я делаю узел всего 24 петли узор у нас состоит из одного ряда всего лишь кромочная первое снимаем не провязанная первая петля лицевая вторая петля изнаночная лицевая изнаночная и так до конца ряда последняя петля изнаночная кромочная далее второй ряд второй ряд смотрим если у нас была лицевая видите здесь у нас ли лицевая значит мы и вяжем изнаночной изнаночном узелочек вяжем лицевой то есть меняем местами и у нас получится жемчужный узор и так далее так в каждом ряду смотрим меняем местами изнаночная вместо лицевой лицевая вместо изнаночной вот такой вот жемчужный узор у нас получится продолжаем вязание вот девчонки так вот выглядит основной жемчужный узор теперь мы определяемся с размером измерить вашу голову меряйте по себе у меня это пятьдесят шесть сантиметров у вас будет ваша цифра здесь минус 5 сантиметров равно 51 сантиметр то есть вся повязка у меня будет 51 сантиметр эти 51 сантиметр мне нужно разделить на 3 что равно 17 сантиметров 17 17 17 а это значит что повязка разделена на три части каждая из которых равна 17 сантиметров меряем ровно 17 сантиметров далее мы будем разделять 24 петли мы делим на три части по 8 петель вот сейчас в этом моменте я беру вторую спицу поворачиваю работу и вижу только вот эти вот 8 петель 17 сантиметров провязала я 17 сантиметров теперь обрезаю вот это все оставляю далее беру следующую спицу и буду вязать следующий следующую полоску для этого смотрите захватываю нить отсюда складываю пополам первую петлю снимаю а второй провязывая двумя нитями чтобы их закрепить вот так далее же 1 1 2 3 4 5 6 7 8 и теперь я вижу вот эту вот полоску что делаем с ниточкой нитку одеваю на изнаночную сторону следующую полоску вижу вижу 17 сантиметров смотрим две полосы я связала по 17 сантиметров и теперь я вижу третью полоску вот эту вот тоже 17 сантиметров то есть они все у меня одинаковые по 17 сантиметров и так мы связали три полосы по 17 сантиметров теперь заплетаем косу смотрим внимательно обычная коса девчонки так и вот теперь смотрите теперь мне нужно вот и вот эту вот этот ряд 1 это конечно нужно сделать в начале когда вы вяжет для того чтобы нить у меня была как бы начинала я вязать и рабочая нить у меня была в начале вязания если бы был другой узор мы бы могли просто провязать но в этом узоре нам обязательно чтобы вот эта нить было чтобы совпал узор мы берем вторую спицу и теперь вяжем для того чтобы совпал узор мы распускаем один ряд чтобы нить перенести начало вязания и вяжем со второй спицы аккуратненько первый ряд вяжем по узору если бы мы не распустили этот ряд а просто провязали по узору у нас в дне совпал узор так и здесь мы делаем то же самое видите здесь я уже соединила две спицы здесь тоже самое я распускаю один ряд чтобы переместить нить в правую сторону рабочую нить соединяются две нити я не связываю видите как я делаю просто провязываю 2 2 нити вместе 2 петли потом эту отпускаю и вижу до конца ряда теперь я буду вязать далее снова 17 сантиметров отсюда вот я соединила все вязание в одно полотно такая коса у меня по центру она конечно примет форму разровняется теперь я вяжу 17 сантиметров сюда так девчонки вот и провязала зала я последних 17 сантиметров чтобы от вот этого стыка 17 сантиметров продеваем нитки теперь складываем вот таким вот образом здесь я отрезаю нить подлиннее для сшивания продеваю ее будем одновременно закрывать петли и сшивать вы можете закрыть вы можете закрыть петли и потом сшить но я не хочу лишних здесь утолщений я поддеваю предыдущую передвигаюсь дальше пропуская одну вот эту петлю и продеваю в следующую затягиваю то есть вот эту петлю я затянула теперь снова продеваю в нее и в следующую петлю и обе снимаю вернее одно снимаю протягиваю видите я делаю для того чтобы был меньше такой не такой плотный шов и так далее конечно кто не хочет заморачиваться просто возьмите закройте все петли видите здесь я просто сделаю узел вместе с этими с этим как бы с этой ниткой которая у меня был осталось пусть ой вы видите я потеряла так и в конце я просто сделаю узел с этой ниткой в которой осталось при наборе и обе их продену какой шов получается во первых он эластичные довольно таки с изнаночной стороны дань есть немного но мне такой твердый если бы я еще закрыла петли и потом это все дело сшила здесь бы было такое довольно сильно уплотнение вот сама повязочка выглядит вот все мои хорошие я думаю вам понравится оригинальная простая повязка а я с вами прощаюсь девчонки с вами была вика и школа рукоделия всем пока пока а и жду ваши готовые работы фотографии все пока девчонки и и и и и Продолжение следует...